Здрасте! Всем привет, уреньки! У нас тут продолжается ферма. 5 утра, время раннее, еще даже не расцвело. Может быть, конечно, рановато я начал, потому что темно. Но! У нас тут есть дела-делишки. Во-первых, созрело наше поле с коноплей. Тут требуется известь. Ну, а сами понимаете, извести у нас нету, мы ее еще не делаем. Я вспомнил, где она добывается, поэтому будем добывать сами. И поэтому, в общем-то, первое время будем обходиться без нее. Поэтому первое, что мы сделаем, это поставим комбайн в работу. Конопля, насколько я помню, тоже такая, знаете ли, с повышенной урожайностью. Где наш комбайн? Вот он, я заблудился. А, ох, как темно-то, а! А, ну правильно, потому что это крыша. Фара более-менее нормальная. В общем-то, ставим его в работу и дальше будем разбираться, что к чему. Конопля у нас пойдет сразу же на продажу. Сначала отвезем ее на склад, а потом на продажу. По кругу мы кататься не будем. Обычный маршрутик туда-сюда-обратно. Запускаем. А куда делся автодрайв? Куда-то он исчез. Это нехорошо. Ты у нас работаешь на поле номер 44. Да, конопли тоже собирается очень много. Соответственно, уборка будет идти очень долго. Но ничего страшного. Мы никуда не торопимся. У меня же свободного времени. Я же блогер. У меня, знаете ли, я могу заниматься херней. Нам нужен еще трактор. Что у нас, во-первых, по топливу в этом тракторе? Топлива не то, чтобы прям сильно много. Я думаю, что его имеет смысл заправить предварительно. Скоро начнем производить топливо. И это не будет для нас проблемой. Но пока что это проблема. Комбайн мы заправили в прошлый раз. Он уже забился. Я не успел отойти. Просто пойти за трактором. А комбайн уже забился. Почему у всего транспорта закрылось окно автодрайва? Мне это не нравится. Сейчас нужно будет его открывать. Так, товарищ, ты у нас заправляйся. Молодец. Быстро заправился. Красавчик. Значит, ты у нас работаешь с комбайном. Ездишь на поле номер 44. А там еще точка, по-моему, с другой стороны стоит. Не очень удобно. Но ладно. Короче, пускай они развлекаются. А мы будем развлекаться с другими нашими делами. Первое, друзья, что нам надо сделать. Это я поэкспериментировал с Илом. С этим озером. В общем-то, если действительно привезти сюда воды. Ил начнет появляться. Это хорошая новость. Плохая новость. Воду брать, по сути дела, негде. Около магазина это геморройно. Но есть и хорошая новость. Мы можем поставить на базу водонапорную вышку. В принципе, это решит сразу несколько наших проблем. Хотя я не знаю, проблемы это или нет. На самом деле, темно. Я вот думаю, куда ее поставить. Сюда, например, да? Хорошее место будет. Здесь вроде бы и автодрайва мешать не будет. Но для начала, да. Для начала, друзья, нам надо купить штуку для перевозки воды. Нет, для начала нам надо отправить трактор в магазин. Например, вот этот трактор. Едьте, дружище, в магазин. Доедешь? Доедешь. А пока он едет, мы с вами пойдем покупать вот эту вот штуку для воды. По-моему, отличный план. Заправка Shell. И на ней нет топлива. Вот такая вот грустная история. В общем-то, штуки для воды есть два варианта. Первый вариант вот такая вот на 7 кубов. А второй, а даже три варианта. Есть на 8 кубов вот такая вот штука за 25 тысяч. И есть еще гигантская бочка полуприцеп на 32 куба. Опять-таки, так как мы никуда не торопимся, так как с деньгами сейчас есть определенная напряженка, мы возьмем самую маленькую вот эту вот хреновину за 9500. Я не знаю, сколько мы будем ей пользоваться по времени. Ну и где трактор? Я же сюда добежал быстрее, чем трактор доехал. Что за фигня? Так вот, я не знаю, сколько у нас будет потребность воды в дальнейшем. Если вдруг какие-то производства будут требовать прям сильно много воды, то мы без проблем купим полуприцеп. Но сейчас на старте карьеры, если это, конечно, можно назвать стартом, наверное, да, старт еще. Так вот, такие деньги тратить на мана и на полуприцеп я смысла не вижу. Тем более, что в любом случае сейчас будет уборка поля, в которой я никак участвовать не буду. И за это время я отправлю просто по автодрайву возить воду в эту самую штуку. Вот он, кстати, и наш трактор. Снимаем его с маршрута. Подцепляем нашу вот эту вот новую бочку классную. Вообще бочка как бочка. Обычная. И поехали на базу. Будем там выбирать место, чтобы автодрайв туда привезти и чтобы там никому ничего не мешало. Вообще, друзья, кстати, около нашего домика я видел, ну, типа колонку. Из которой, по крайней мере, можно попить. И хороший вопрос, можно ли из нее набрать воды. Сейчас мы это проверим. Я в этом, если честно, очень сильно сомневаюсь. Но если вдруг можно оттуда набрать воды, то это просто решит все наши проблемы мигом. А вот здесь вот она находится. Ну, теоретически, это же водонапорная вот эта вот штука, правильно? Правильно. Мы сейчас подъедем вот так вот к трактору. И, разумеется, никаких кнопочек, ничего здесь нет. Короче, просто бутафория. Значит, поехали выбирать место, куда поставим водонапорную вот эту вот штуку. На самом деле, если мы ее здесь поставим, то это решит еще и проблемы с будущими нашими производствами, которые будут требовать воду. Смотрите, здесь автодрайв нигде никак не проложен. И поэтому, я думаю, что без проблем можно здесь ее поставить. Это у нас будет Placeable объект. Вот такая вот водонапорная вышка. Вот если мы ее поставим вот куда-нибудь вот сюда, один объект накладывается на другой. Ну, вообще не круто. Эта проблема решается с помощью Global Company. Я еще здесь ничего не настраивал. Ставим просто галочку и все. Водонапорная вышка эта наша станет куда мы захотим. Я хочу, чтобы она стала вот здесь. Некрасиво получилось, согласен. Поэтому планировщик ландшафта нам в помощь. Самое геморройное, это сейчас будет подобрать правильный тип земли. Во-первых, нам нужен вот здесь асфальт. Кстати, я почти попал сразу же. Даже не почти, а прям попал сразу же. И здесь надо вернуть травку. Почему-то вот на некоторых картах пишется. Это, видимо, именно от карты зависит. Трава, да? Логично. Очень-очень похожа, если честно. А вот эта тоже не похожа. Ну да, здесь много разных трав, если можно так выразить. Нам вот такая вот нужна. Самая обычная травка. Или не такая здесь. Нет, это даже светлее. Это еще светлее. Тоже какая-то светлая. Видимо, та, которая была первой, была самая правильная. Да, она самая близко находится к тому, что нам надо. Поэтому будем, в общем-то, ей закрашивать. Сделаем здесь все, знаете ли, одинаково. И с другой стороны тоже вот так вот, чтобы аккуратненько все было. Чтобы не было вот этой земли. Я думаю, нормально будет. А это, в общем-то, готово. Далее. Насколько близко к ней нужно подъезжать? Вот отсюда она уже срабатывает. Это прекрасно. Значит, мы сейчас рисуем еще дополнительный автодрайв. Наверное, вот с этой точки ты вот так вот пойдешь. Черт, я случайно вышел из машинки. Ладно, вот так вот, короче, пойдет. Вполне себе норм. В теории даже никому мешать не будет. Не знаю, как это будет работать потом с грузовиками в будущем. Сохраняем вот эту вот точку. Это у нас будет просто вода. А почему бы и нет? Вот вода. И озеро заполнения. Вот такой вот у нас будет маршрут. Ну и сейчас наше дело проверить, чтобы это все дело работало. Только через минуту он сюда приедет. Но тут, возможно, ему придется кругами немножко покататься. Но опять-таки, как я уже сказал, мы никуда не торопимся. Я блогер опаки. У нас рожь созрела. Ее тоже надо будет убирать. Это тоже надолго. Кофе отсюда я убирал в районе 5 часов. Так что я думаю, что в районе 7-8 часов у меня уйдет уборка двух этих полей. Вот этим комбайном. Но ничего страшного. А, самое главное. Нам же надо купить вот эту территорию. 429 тысяч она стоит. Мы ее покупаем. Следующие дорогие покупки у нас будут, это купить вот эту территорию за 600 тысяч. И 275 тысяч поставить на нее топливный завод. В принципе, на завод-то мы уже почти насобирали. Вот вопрос, сколько у нас в конопле денег получится. Это, в общем-то, да, хороший вопрос. А, по семенам я вам, кстати, не сказал, что и как. В общем-то, 18 кубов зерна мы привозили. И у нас на выходе получилось 18 кубов семян. А удобрений мы куб закинули. Еще осталось 622 литра. То есть удобрений здесь тратится прям совсем немного. А зерно, сколько закинуло, столько и получишь на выходе. Соответственно, мы сейчас соберем большое поле ржи. И семенами мы обеспечены до конца карьеры, скорее всего, будем. И это прекрасно. Удобрения, я так понимаю, мы проблему с удобрениями решим уже вот-вот. Так, товарищ, давай, рассказывай мне, что у тебя все хорошо. У тебя не все хорошо, ты не заполняешься. Вопрос, почему? А, скорее всего, потому что точка расположена слишком... Не успел, короче, доехать до нее. Я понял. А сколько тебе еще надо проехать? А, ну еще и далеко находится. Он вообще не ловит. Ладно. Это, в общем-то, небольшая проблема. Мы это делаем вот так вот. Мы это делаем вот так вот. И мы это делаем вот так вот. И вот так вот мы тоже подровняем, чтобы было более-менее красиво. Сейчас я его по большому кругу отправлять не буду. Отправим откуда-нибудь вот отсюда. О, должен словить. Отлично. Одна секунда осталась. Давай, подъезжай, заполняйся, и я буду спокоен. Но. Оп, все, водичка пошла. Отлично. Заполнение работает. Разгрузка, в общем-то, я проверял, тоже работает. Но мы подождем, чтобы эта бочка работала. Заполняется, конечно, не сильно быстро. Хоть двигатель глушит на это время, пока заполняется. Тоже хорошо. Аллилуйя, он доехал. Долго ехал. Минуты три. То есть цикл такой довольно долгий. Дальше он заезжает вот сюда. И, насколько я понимаю, он должен вылить воду. Он выливает с этой бочки воду. Вообще прекрасно. А сюда, если заполнить где-то кубов 50, то уже начинает она даже... Видно ее быть. Я на тестах заполнял кубов 300, и Ил начал появляться. Он, в общем, пускай катается. В принципе, у нас есть возможность, насколько я понимаю, да? Ну-ка, остановись. Да, мы потом сможем посмотреть статистику, сколько воды мы сюда привезли. По-моему, шикарно. Так что, в общем-то, этот товарищ пускай у нас работает. Комбайн у нас пускай убирает поле. Мы, друзья, с вами дальше встретимся, как что-нибудь интересненькое будет, потому что вот за этим вот всем наблюдать, это неинтересненько. Хотя вообще уборка поля, это интересная херня. Не знаю почему, но из всех полевых работ вот именно уборка поля мне почему-то некоторое такое удовольствие доставляет. Наверное, потому что видишь результат работы и видишь деньги. Когда ты просто пашешь, ты как бы не видишь, что ты... Точнее, ты видишь, что ты делаешь, но не видишь ради чего. Короче говоря, вот. Ну что ж, друзья, у нас почти час дня, и только что закончилась уборка поля с коноплей. Урожай собран. На самом деле, это было очень долго, потому что в первую очередь точка к этому полю для разгрузки автодрайва. Я в этом вообще никак не участвовал. Находится вот с этой стороны поля, и поэтому разгружаться ему далеговато было ездить. Но опять-таки, я на работе просто запустил автодрайв, он себе катался, собирал, а я приносил пользу обществу. Значит, что мы дальше делаем? Мы снимаем его с маршрута. И надо, кстати, поудалять эти все маршруты, которые нафиг не нужны. У него осталось полбака топлива, нормально. Или лучше заправиться? Лучше заправиться. Это, друзья, просто супер быстрый комбайн. Надеюсь, скоро мы от него избавимся. А избавимся мы только тогда, когда купим новый. Новый классный. Какой-нибудь класс Лексион. А лучше два. В общем-то, запускаем курсплей работать. Выгрузку соломы, друзья, я выключил, потому что солома нам не нужна, а чтобы распылить ее и удобрить поле, это, в общем-то, довольно полезная штука. С этим пацаном мы разобрались. Давайте дальше вот с этим вот пацаном разберемся. Во-первых, ему тоже не помешает заправка. Это раз. Во-вторых, надо высыпать коноплю съездить. А также, в общем-то, еще кое-что надо сделать. Итого, друзья, мы с этого поля собрали барабанная дробь, 540 кубов конопли. Опять-таки, ее можно продать по 1000, и это прекрасно. То есть, лишних 500 тысяч мы заработаем. Это здорово. Но это, в общем-то, еще тоже не все. У нас комбайн уехал, работает, но он там остановился, будет ждать. Далее, друзья, нам надо семена, которые мы сделали, пересыпать в бункер, вот в этот элеватор, в который мы зерно все выгружаем. К этому же бункеру я подсоединю, точнее, не подсоединю, а автодрайв пущу, чтобы трактор сам ездил пополняться. У нас тут осталось 15 кубов. Как раз вот один прицеп мы сейчас загрузим полный, и все у нас будет хорошо. С этим, в общем-то, тоже все понятно. Погнали дальше разберемся еще с нашей водичкой. Товарищ, который у нас возит водичку. Значит, смотрите, тут уже ее насобиралось даже прилично. И, что самое главное, появился Ил. Ил появился, кстати, еще в 7 утра, до того, как здесь первая лужица появилась, видимая. Можно перехватить трактор и посмотреть, сколько воды он сюда отвез. Вот он как раз вот здесь вот едет. Снимаем его вот с этой вот штуки, и смотрим статистику. Он привез туда почти 400 кубов воды. Я думаю, что этого вполне себе хватит. Нарулил 270 километров. Вот пока шла уборка, он все время вот катался. В общем-то, пока что воду туда возить не надо, есть на базу и там развлекайся. А мы, друзья, что нам надо сделать? Нам нужно собрать весь этот Ил и пустить его на переработку удобрений. Что нужно для удобрений? Это очень важный вопрос. У меня есть такое чувство, что еще вода просто нужна. Да, нужна вода. Воды 50 кубов. А вот этой штуке можно 100 кубов привезти. Ладно, вода не проблема. Может быть, даже по кружсплеве потом отправим. Автодрайв туда везти, как бы смысла особого нет. Что я хотел сделать? А, да, нам нужен вот этот трактор. И нам нужна, друзья, фреза. Вот такая вот хреновина. За 5000 мы ее покупаем. Можно покрасить в любой цвет. Я обычно крашу в оранжевый, но... Что у нас тут за трактор? Это у нас стейр. Белокрасный. Ну, цвета стейр здесь прям нету. Пускай будет красный вот такой. Слушайте, а выглядит даже неплохо. Пускай будет. 150 лошадей, правда, требует эта зараза. Короче говоря, едем, цепляем фрезу и едем собирать ил. Редактор субтитров А.Семкин Короче говоря, друзья, этому трактору не хватает мощности, чтобы с включенной этой штукой ездить. Он не ездит вообще. Соответственно, что мы делаем? Эту штуку отцепляем. Прицеп отцепляем. И берем сюда другой трактор. Это, в общем-то, друзья, самый мощный трактор, который у нас есть. Он мощнее предыдущего на 20 лошадиных сил. Я надеюсь, что с ним-то все будет нормально и эта штука будет ехать. А, ну, не то, чтобы прямо насильно едет, я вам скажу. Хорошо, если мы отцепим прицеп, это не помогает. Но 165 лошадей требуется 150. Почему он не едет? Ну, это как бы вообще не самая прекрасная новость, что оно почти не едет. Хотя, ну, кое-как, конечно, можно и так собрать. Зато четенько не пропустим ни одной... Не, ну, это очень долго будет. Хотя прицеп еще быстро набивается. Зараза. А расход ила-то, наверное, тоже будет дикий. То есть, то, что мы сейчас соберем, допустим... Кстати, его здесь много, если так посмотреть, да? Мы проехали вот эту вот маленькую попуську, и это уже 9 кубов. Но в наше зернохранилище его складывать нельзя. Можно привезти 100 кубов на производство удобрений. Ну, друзья, один прицеп вот мы с горем пополам насобирали. Почему он дальше не собирает, а? Почему он перестал собирать? А? Кто мне объяснит? Ладно, в общем-то, не важно. Поехали отвезем на производство удобрений. Так, а вот это уже что-то новенькое. Ну, логичнее всего, наверное, вот сюда выгружать, правильно? Я понял, я натупил, я не выбрал прицеп. Был выбран трактор как основное устройство. В общем-то, выгружаем вот это вот дело сюда. И, может быть, давайте сразу и воды привезем, дабы производство-то работало. Вот он, наш Джонни. Давай, заправляй воду. Или прописать туда точку автодрайва, да и запустить его, возить в воду. Мол, почему бы и нет? В общем-то, производство запущено. Я так понимаю, тоже 5 кубов в час оно будет у нас производить удобрения, да. Но, в общем-то, работает уже хорошо. Или пока мы воду сюда возить не будем. Что у нас тут с автодрайвом вообще? Можно ответвление сделать? Давайте сделаем, ладно. Но, походу, ему здесь кругов придется сделать. Просто, мама... А, в общем-то, да. Значит, ты, дружище, тогда у нас берешь воду и возишь ее на завод загрузка удобрения. О, Господи. Удобрение вода. Может быть, это будет работать? Так, всего мы можем привезти туда 50 кубов. 7300 мы уже привезли. То есть, остается 42700 нам нужно привезти. И делим это все дело на 7300. Получается 5,8. То есть, 5 раз ему нужно скататься. И мы ему 5 раз скататься и ставим. В общем-то, круги понаворачивать, но все будет нормально. Далее, друзья, по поводу ила надо все еще нам подумать. Знаете, завод удобрения мы запустили. Посмотрим, сколько это работает. На этих суперслабых тракторах этим заниматься. У меня желания никакого нет. Да еще и маленьким прицепом возить, потому что ила тут довольно много. Значит, что мы сделаем? Мы, друзья, во-первых, насобираем денег на дополнительный бункер для элеватора. Здесь вот есть бункер для хранения. И здесь есть расширение. Есть вот расширение специально для всяких карьерных вещей. Стоит 250 тысяч. Емкость у него 5 миллионов литров. Этого нам по горло хватит и оно нам понадобится. Поставим его сюда и в этот самый элеватор можно будет грузить еще все карьерные вот эти вот штуки. Включая уголь, ил, песок и все, что в общем-то надо будет. В случае чего можно будет это там хранить. Но, опять-таки, не сегодня, потому что с деньгами у нас есть некоторый напряженок, сами понимаете. А раз у нас такое дело, то я предлагаю взять вот этого товарища и поставить его в гараж. Не совсем в гараж, конечно. На этого товарища мы подцепим сейлку. А тому трактору, который у нас ездил с прицепом, мы, собственно, вернем прицеп. Логично? Логично. Давай, друг, стой здесь, никуда не уходи. Даже двигатель не заглушил, ну ладно. Берем вот этого товарища. Он у нас как раз заправленный и все с ним хорошо. Он прекрасно справляется с этим прицепом. Не сильно много топлива жрет по сравнению с тем же самым фэндом. Поэтому идеальный, в общем-то, кандидат на вот эти вот все перевозочные работы. Ставим ему поле 45 и отправляем работать с комбайном. Пускай, в общем-то, работают. А вот этого товарища, друзья, мы, мы цепляем ему сейлку и отправляем сеять поле, которое мы уже убрали. Вот она наша сейлка. Сеять, друзья, мы будем кофе. На оба поля. И этот кофе у нас пойдет чисто на продажу. Вполне себе выгодная культура. Заодно, кстати, проверим, как у нас работает пополнение семян из элеватора. Потому что теория должна работать. Если не будет работать, то это будет грустненько. Едем мы на 44 поле. Загружаемся мы с семенами. Погнал. Пока он едет, я ему маршрут забубеню. Понятно, он еще будет кататься. Смотрите, на 44 поле кофе, 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 кофе. Нам надо 6000 литров. На 45 поле нам нужно 5000 литров. Ну, с половиной. Пускай 6,7. 13. Хотя в среднем там 12. У нас столько есть. До следующего раза, в общем-то, разберемся. И так как у нас точка вот здесь сначала, поставим ему начинать вот с этой вот точки. Туда-сюда обратно он покатается и все у него будет хорошо. Со стартовой точки автодрайв мы используем для разгрузки наполнения. А сейчас он едет сам на мой элеватор и попытается там загрузить сейлку. Проверим, чтобы это работало и все будет нормально. Тут у нас товарищ тоже уже доехал и разгрузился. Работает, работает. Отлично. Ржи у нас тоже будет много. С ней мы, друзья, разберемся в следующий раз. Ну, что-то, друзья, я прихожу к выводу, что нам нужно какой-то, в первую очередь, мощный трактор, чтобы возить большой объем. Потому что, опять-таки, возить все на продажу. Сейчас надо будет вывезти вот эту вот коноплю, а в следующий раз кофе. А там будет под миллион литров, получается, с двух полей. Это, скажем так, будет не самое быстрое занятие для 14-ти вот этого вот кубового прицепчика. Поэтому надо подумать о чем-нибудь и купить какой-нибудь такой трактор, который будет у нас хорошо справляться с этим всем. Можно, кстати, сейчас даже и прицениться, наверное. В первую очередь нам нужен прицеп. Вообще, в идеале, конечно, взять полуприцеп вот этот на 60 кубов 59-ть. 78 тысяч. И мана, который стоит 165 тысяч в теории, мы можем купить его уже сейчас. Ну что ты, товарищ, заполнился? Ты заполнился, ты умничка просто, красавчик. Все, в общем-то, у нас удобрения будут с этого же бункера заполняться. То есть, мы когда будем делать удобрения, у нас будет то же самое. Когда мы поставим новую вот эту вот хреновину, про которую я рассказывал с карьерными делами, туда же мы и известь будем складировать. И, соответственно, когда будем посыпать поля известью, удобрялка вот эта вот посыпалка, она тоже сможет сюда ездить. Тут у нас тоже все работает. Удобрение у нас, водичка разгружается, да? Водичка разгружается, наполнится чуть меньше, чем 50 кубов. Удобрение уже вон 800 литров, кстати, сделалось. А привезли мы 14 кубов, да? Почти. То есть, ил один к одному перерабатывается в удобрение, а вода уходит просто так. Ну, насколько я понимаю. То же самое у нас здесь с зерном. Удобрение чуть-чуть уходит просто так, а все зерно перерабатывается в семена. Понял, принял. В принципе, мы можем сделать много удобрений из этого всего ила, но нам нужно... А, я сказал про ман, в идеале, который купить, но ман не будет работать вот с этой вот штукой. Поэтому, наверное, все-таки трактор. Что ж можно взять-то? Надо кубов, ну, на 200 хотя бы брать. В идеале, конечно, джесибишку. В идеале, большую джесибишку. Но пока что можем перебиться и манить. 196 тысяч, в общем-то, стоит вот эта вот штука. И взять ему, например, прицеп кубов на 45 хотя бы. На 52 есть вариант. На 48 это полуприцеп. Ну, вот этот вот. Прицеп 47 кубов. В принципе, нормальный. А, 59 тысяч. В принципе, тоже потянем. Если чуть-чуть конопли какой-нибудь продать или кофе. Но этот прицеп, насколько я понимаю, не сможет работать с нашим комбайном. Потому что труба у него низкая. Он может не залезть сюда. А может и залезть. Не знаю, надо будет смотреть. В любом случае, комбайн тоже надо обновлять. Это одно из первых. В общем-то, ладно, друзья. Давайте на этом, наверное, эту серию закончим. За кадром я уберу до конца вот это вот поле с ружью. И засею его. И мы встретимся, когда урожаи все созреют. А может быть и раньше. Посмотрим. Так что, друзья, чтобы серия вышла побыстрее, не забывайте поставить лайкусики. Если хотите смотреть серии заранее, ссылочка на спонсорку на Boosty в описании. Всем, кто уже там поддерживает, огромное спасибо за поддержку. Ну и комментарии тоже пишите, не забывайте. На этом, друзья, у меня все. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok